Вовремя понял, что я делаю неправильно и не стал думать, что я круче всех, а начал у кого-то лучшее брать и начал делать правильно. Это 2-4 года подряд без одного убыточного месяца. Сколько у тебя заняло времени для того, чтобы стать успешным трейдером? И что важно, что все-таки перевернуло твое сознание? Был ли это какой-то революционный всплеск? Или все-таки это революционно? Ну, смотрите, с трейдингом я начал знакомиться, скажем так, издалека. Знаете, как с девушкой издалека. Вроде нравится, но еще даже не поздоровался. Где-то с 2008-2007. Вот так уже начал. В 2005-м что-то заглядывал. Я понимаю, что какие-то биржи. Но 2010-го уже начал колбасить. Хорошо. А вот до 2010-го слил 12 штук 4 депозита. Я гурл был трейдинга, понимаешь, я все знал. То есть ты заплатил за него? Конечно, да. Пока не понял, что вот эта тема, что риски. У меня даже было ощущение, что я просыпаюсь. Какие стопы? Стопы придумали трусы, какие-то тормоза. Ну, тогда это, ну, образно я говорю, конечно, смеюсь. Но я просто, у меня такая была уверенность, что я там включаю сделку, ложусь спать. Стою, она идет в плюс. Я, у меня даже была мысль такая, блин, как я сделал, туда рынок и идет. Представляете, какой бред? После этого вот слил, думаю, да не, это было аж сейчас, а еще. И это были все мои деньги, которые, это серьезный удар был. А перевернуло меня то, что как раз вот это вот, что я потерял. Значит, я сделал неправильность. Вот осознать, что ты делаешь неправильно и начинать делать правильно. Вот это самое. И когда делаешь правильно и пошел уже плюсы, 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 и самый классный показатель, перевертыш был мой, что я действительно вовремя понял, что я делаю неправильно и там не стал думать, что я круче всех, да, а начал у кого-то лучшее брать и начал делать правильно. Это 2,4 года подряд без одного убыточного месяца. Это вообще крутяк, просто крутяк. Когда это все произошло, и вот это было перевертыш, вот я правильно сделал. И так дальше правильно и нужно делать. Все. А вот как раз человек пишет вопрос на эту тему. Вот он вроде выбрал точку входа. Пару сделать совершаешь, прибыль, ну это такая, знаешь, типичная история, скажем. Все хорошо идет. Но потом, как только он вот какой-то паттерн отработал, его начинают сомнения ломать после серии убытков. Вот как с этим бороться и стоит ли этот паттерн доказывать, что он рабочий? Или вот на что ты обращаешь внимание? Когда для тебя сигнальные точки, что что-то в торговой стратегии, подходе происходит не так? Может, рынок потерял? Есть ли у тебя такие времена и как ты с этим борешься? Вот есть и были, и, наверное, будут, да? Это нормально. Но есть такая штука, вот я не люблю слово доказывать, особенно рынку, или паттерну своему, что он, блин, рабочий. Может, он уже давно слетел из работы твоей и так далее. А ты все доказываешь и долбишь, получаешь топы, все равно долбишь. Не, ну он же работал. В истории я смотрю на истории, мы все орлы, все видим и все это самое. Ну, понятие какая-то штука? Я не люблю вот это слово доказывать, а вообще доказывать никому еще не надо, особенно, не дай бог, рынку. А как я, это вот как раз то, что я о чем говорю, что выкиньте, оттачивайте что-то одно. Вот что-то одно. Я вот это как раз и было, пока я не начал делать одну вещь. Просто одну вещь. Один паттерн. Ну, маленькая его модификация, то же самое, только та же левая рука, только это правая. Ну, в принципе, то же самое. А те, которые работали, работали, потом почему-то я их включаю, не работают. Все идеально не работает. Ну, все, их выкинул и оставил один. Все. Конечно, это у всех будет, но там штука такая, доказывать не надо, соблюдать нужно. Это разные немножко вещи. Ты соблюдаешь то, что усилил. Это то, о чем я говорю. Соблюдайте вот это ВИП, я его так называю. Вижу, информативно, понимаю. Один удар. Все. И остальное сомнение, я вам серьезно говорю, есть, были, есть и будут всегда. Неважно, это Виктор Макеев, Александр Герчик, тоже у него есть сомнения. Он просто соблюдает свои штуки. Алгоритм, значит. Алгоритм, да. Это то, что я говорю, что соблюдай последний пятый пункт в концентрации, да. Это дисциплина выполнения всех своих четырех пунктов. А сомнения не всегда будут. Так, хорошо. А вот скажи. Кстати, извини, если нет сомнения, если есть сомнения, значит, какая-то штучка с алгоритмом. Вот пересмотри алгоритм, что вот если вот так будет у меня, я там потяну стоп ближе. Я как пример говорю. И буду потягивать его вот так. И какие сомнения, если ты в плюсе сидишь плюс один пункт? Ну, захеджена позиция. Ну, какие сомнения? Ты уже по нолям, вот риски, все. Чего тебе сомневаться? Я жаба будет до ВИШа сейчас 30 пунктов, вернулась тебе, выбила без убытка. Ну, ты все правильно сделал. Что? Баланс поменялся, рынок тебе выкинул. Нормальный год. Такой технический вопрос к тебе. Пишет Евгений и спрашивает. Я видел, как уровни рисуют по разным точкам свечи. Как ты определяешь для себя уровень? Ну, хотя бы вкратце отпиши, люди не все понимают. Для каждого это, возможно, какие-то свои... Смотрите, я вот показывал, секундочку буквально, да? Да, можно демонстрировать, конечно. Давай. Вот, к примеру, да? И, может быть, как раз в дополнение будет вопрос, как пережить резкие выпады и гигантские хвосты на форекс. Вот как ты с этим борешься и торгуешься на таких новостях? Я понял. Это то, что я как раз и говорю, что я не борюсь с этими хвостами. Если меня хвост выкидывает, ну как ты, ты что, остановишь или обрубишь этот хвост? Выкинул, все, капец. Это, к сожалению, рынок, это баланс, это технические вещи, которые там и так далее. Это новости и тому подобное и так далее. Я уровни строю просто. Понимаете? ВИП. Вижу, информативно, понимаю. Вот есть какое-то накопление. К примеру, вот так я вижу. Вот давайте представим, что этого нету там, да? Или там сверху, неважно. Вот вижу какое-то накопление, да? Вот смотрю, что не пробивается какой-то вот... Это вот уровень все видят вот сейчас. Ну все видят. Просто смотрю, чтобы закрытия были ниже него. Не пробивается вот, смотрите, ба-ба-ба-ба-ба-ба. Вот этот хвост, он меня мог отсюда выкинуть, если я здесь зашортил. Ну выкинул он здесь меня. Ничего страшного, я здесь вошел, здесь не выкинул. Вот. Я не борюсь с этими хвостами. Выкинул, значит рынок выкинул меня. Ну то есть ты точно знаешь, в принципе, уровни, ты смотришь ценой и, по сути, где максимально... Цена важна, для меня цена первичная. Где цена была, закрылась ниже, выше, посмотрел, поставил визуально. Ага, не пробивалась, здесь пункт, 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 а, четко. Закрылась ниже цена, все, это уровень. Пробил, закрылся ниже, обозначил вот здесь, смотрю. Ага, не пробивается два раза, третий это вход. Все. То есть только я не строю там вот здесь, вот здесь тоже не пробивался. Он в середине, я не лезу в середину. То есть ты под лупой свечу не рассматриваешь, где там хвост, где и так далее. Цена, цена первичная для меня. Цена была там, не пробила ее, закрепилась, все. Пошел в сутки. Вот вопрос еще, почему именно Форекс ты выбрал для работы? Почему не модный рынок крипты, например, сейчас, или не российский рынок, или американский? Почему именно Форекс? А кто сказал, что я только Форекс выбрал? Ну вот человек решил, что ты торгуешь только Форекс. Нет, я, допустим, в пропе торгую на Америке, как и Виктор Макеев, если я не ошибаюсь, правда в другом пропе, но неважно. В пропе торгую Америку. На одной бирже китайской ките, торгую крипту, но монеты с долларом я биток не торгую. То есть и монеты с битком не торгуем. То есть это точно так же диверсифицирован капитал по разным направлениям. Да, абсолютно. Это портфельная штука, все правильно. Поэтому вот ответ Яну, капитал находится не только на рынке Форекс.